n2, это поля, n последнее, n-1, на самом деле, потому что мы... n-1, пофиг. Количество вот этих вот, здесь в дополнении, равно количеству слагаемых в сумме ПК. Количество слагаемых в сумме ПК равно 3n-3 в случае трехмерного глистана. Где n количество одно всего. Ну, здесь это максимальное число 3. Впрочем, это вот, что это сейчас, это с произведения ПК, вот такого вот НК. Вот, вот так вот здесь запишу, то будет правильно, здесь я переделки с произведения не стал. А вот это вот, первая слагаемая фономная часть, это не взаимодействующие фономы, то есть сумма совершенно отдельной слагаемых. Каждый фоном характеризуется вполне, характеризуемый вполне определенным вологическом К, когда он не зависит от всех, скажите, и распространяется, не спрашивая решение у своих соседей. Да. К это фономная часть. К это фономная часть. К это фономная часть. То есть фоном, он у нас распространяется на всему кристаллу. Фономная функция фонона, она содержит в себе функции, содержит в себе, значит, включать в себя. К это фономная часть, электронная часть. К, это у нас, я нумеровал буквой К в волновой вектор фонома, а волновой электроэлектроном прогрессуется буквой Q. То есть Пси и Фи. Какая бы вам лучше нравится? Пси или Фи? Пси, наверное. Ну, давайте, Фи электронная. Так, сделаем. Фи электронная. Поскольку я считаю, что здесь у нас то генетическая энергия P квадратным дворем, ну и собственная функция этого оператора хорошо известна. Она от R нулевого зависит. Индекс-норик я вам напишу, хотя здесь уже в нем необходимости никакой нету. R у нас использовалось для интегрирования по всему кристаллу, и для обозначения электронных, когда-то я поставил L или 0. Сейчас можно написать, можно не писать, больше R у нас и не будет. Так, это единица на корень квадратный из V, E в степени и Q, и Q, и Q, и Q, и Q. Вот собственная функция генетической оператора генетической энергии. Ну, или то же самое, в тех обозначениях это. Эта функция характеризуется квантовым силом Q. На самом деле это да, она не дискретная, не проверенная, потому что генетическая энергия имеет никакой не дискретно. Ну, и полная волновая функция. Это произведение электронной и фональной функции. Это вот такая вот штуковина. Обозначу вот это все. Солокомость квантовых сил. Вот такое множество. И три точки запятой фон. Ну, и что это такое? Это просто произведение фонка. Н в картах. И выморит на. Это собственная функция фон. Собственное значение соответствующее собственной функции. Или легко может быть найдено. Так, волновая функция ПСИХ вот характеризуется вот этими квантовыми веществами, которых очень много. Ну, и собственное значение, то есть те, между самыми, НКТ, КУ. Я вот, нет. НКТ напишу внизу. А, ладно. КУ тоже внизу напишу. Чего? Значит, это вклад в холодной части. Сумма ОК, H, Омега, НКТ плюс 1 квантовая. Плюс, ну, и генетическая энергия. H квадрат, КУ квадрат на 2. А, квадрат. КУ квадрат на 2. Это знаком. Да. М это значит. Что такое ММ? Масса. Чего? Литра. Ну, конечно. По идее, здесь надо массовое литра написать или какую-то проявленную массу? На самом деле, период. Ну, в нашей тупой модели, конечно, когда у нас все ионы жесткие и мы его засчитаем зарядами, то можно и отключим его. Хотя, в реальности, и вот этот коэффициент будет такой, потому что, ну, сложно объяснять. Этот коэффициент будет другой, потому что ионы у нас в реальности стали и ионы неподвижные. Да. Так, а дальше, что теперь дальше-то делать? Дальше нужно взять и найти выправку по теории возмущения. В силу того, что оператор V не диагональный по операторам оброждению и усилению фононов, очевидно, очевидно, я в прошлом раз показывал, что диагональным оператором оператор V вот на всех возможных этих функций диагональным оператором равен нулю. следовательно, поправка первого порядка сюда будет надувной. Поправка второго порядка считается в общем случае сложно, просто ее сочетать лишь если мы рассматриваем поправку к энергии основного состояния. Я беру фономную функцию, соответствующую основному состоянию, а электронную функцию не меняю. То есть считаю, что электрон двигается с некоторым определенным волновым вектором, с определенной энергией, а кристалл заморожен на самой низкой температуре. Такое состояние я обозначу будет это, и это будет произведение по K вот этих вот ноль с индексом K. Так, это означает, что все числа заполнения фоном фоном. Ну а электрон, волновая функция, как буквы 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 характеризуются и ничего с этим поделать я не хочу, я не могу. Пусть так. Энергия, электронное состояние уже есть все проще. Начиная с этого момента, я энергиевых криваний чик-чик убираю. Всё, не хочу её здесь использовать. Е3蘋 равна, то есть, всеільнаты нулевые и будет только кинетическая нтрека. h2Q2n2, м., ну конечно нулевые процедуры тоже в часть одного настроения входит, но в причине териолե изменения выс всех присутствуют только разности энергетических других. Вот штыфу, какую я убрал, она практически всё Всегда будет постоянная добавка, и чтобы не гомозить лишние руководки, я просто не буду выучить. Так, вот, энергия основного состояния. Хочу найти поправку второго порядка, поправку первого порядка нулевого. Для этого я должен взять формулу для поправки второго порядка. Поправка энергии, конечно. Е с индексом 2 вверху. Ну, здесь я должен поставить номер состояния, которым я ищу поправку. Это есть сумма. Суммируйте по всем возможным состояниям, пока не буду говорить по каким. В знаменателе, обозначен так условно, альфа. В знаменателе будет стоять вот такая экспутенция. Е с индексом, ну, с индексом 0 вверху я должен описать. Ну, вот у меня есть эти Е без индекса вверху. Это и есть собственная функция невозмещенного оперативного комминтона. Я просто не буду писать в детку. Так, а что у нас будет Т2? Т2. 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 Минус Е альфа. Вот так. А в числении будет стоять квадрат, мутрия, маточное время? Не ждут. Вот это вот альфа, альфа, альфа состояние и вот им самым основным. По-моему, ты всплезай. Вот эта форма. Да? А, она только там. Т5 не равнула. Все, альфа, вот это все. Ну, здесь это можно было не писать, потому что диагональный маточный элемент оператора выравлен только нулю. Ну, можно это явно не указывать. Эту пиф вписывают в те случаи, когда у оператора возмущения есть диагональные нулевые элементы, у нас получается так. Так, ну и чтобы узнать, что из себя представляет в качестве альфа, вообще-то выступают вот эти функции в Си. Суммирование параллуха, это суммирование во всем возможным, ой, ну, во всем, вот эти вот квантовые числах я просто так вот обозначил, да, обозначил условно буквой альфа. Ну, сейчас, подожди, подожди, посмотрю, посмотрю. А, оператора возмущения, мы из общих соображений как-то будем записать? Шо, вот это? Да. Вот это, правда? Да, из общих соображений. Да, все равно соображение, да. Да, из общих, из общих. Я вам не хотел речь к нему. Конечно, нет, не из общих, без душа. Это, от этого, значит, к этому оператору мы пришли, рассмотрев электростатическое взаимодействие заряда с облаком поляризации, вызванным смещением. То есть, вот этот B и B-трест появились от смещения атомов. Так вот, чтобы найти такие состояния, демилевый фахматовый элемент, просто под действием оператором В, надо восстановить состояние. Оператором В, по действием на функцию Т, вот оператор, вот функция. Так, 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 так. В операторе у нас стоит сумма ПК. Здесь крик произведений ПК, а с вами есть разные К. Ну, можно расстроить, это все сделано. Можно это пальчики вылететь. Ну, смотрите сюда. Возьму отдельную слагаемую в этой сумме, с отдельным конкретным К. Здесь, вот, вот эти разные разговоры. БК и БК-трест. БК, при действии на эту функцию, даст 0. Потому что там все, любого фонона нету, уничтожать нечем. БК-трест даст 0. Другой вклад, он БК-трест подействует на функцию, если на функцию вот с темы саном К, даст нам что? Наверное, первое. Да, просто рождает фонон с этим воловим вектором. Коэффициент, на самом деле, выиграемый корень квадратного из 0 плюс 1, то есть единицы. Отлично. Вот эта штука работает. Спасибо, Ижи. Вот эта вот штука, коэффициент при Б, это, на самом деле, оператор, действующий на электронную воновую функцию. Я вам показывал, что е степень минус, да, минус iQ, так, минус iKr0, при действии на функцию с сократительную воловым вектором Q, электронную функцию, дает нам электронную функцию с воловым вектором Q минус i. Ну, просто взять явный минус этой функции, переносить в экспонент, и как раз получится за что. То есть, вот, вот, по чем это, мы здесь начнем с модернами, она что с электронной, с полной функцией делает? Она рождает фонол с воловым вектором Q и уменьшает воловый вектором Q на этот же самый вектор. Полный квазиенкурс, можно сказать, сохраняется. Полный воловый вектор всей системы. Ну, и, значит, получается вот такой агрегатик. Я перепишу этот коэффициент. И U деленный на V, корень квадратный из N. Мне не нравится, корень квадратный из N. Ну ладно. Корень квадратный из чего-то H на 2 омега мю. Чего-то оно из 4P, я вот и полный квадратный. Закончили? А, ну, закончили. Таких сводяемых у нас много. Каждая будет действовать на функцию. И мы получим линейную комбинацию функций вот в произведении вот такого типа. То есть здесь будет сумма в А. Или единица на К. Или даже минус единица. Ну и волновая функция следующего типа. Я обозначу, то есть, вот, произведение этих, излагаемых нам, в итоге даст функцию, где все-все-все нули, кроме одного. Эту функцию я запишу вот так. Один с индексом К. Точка запятая. Комбинс. То есть вот из всех возможных всей, которые являют собственные функции оператора H0, у нас оператор В примешивает к основному состоянию только такие, где все M дыкло в одного. Вот я такую функцию обозначу следующим образом. Это волновая функция такого же типа, где все M нолики, кроме того, который равен конкретному К. Соответственно, у нас в качестве индекса Альза будет выступать просто К. Просто К. Ну и вот вместо волновой функции у нас вместо Альфа. Вот функция такого типа. Про это К забыли. Про какой К забыли, где? Про такой. Где? О, эти К и те, как разные. Блин. Здесь К штрих. О. Функция 1 с индексом К это произведение по К штрих неравному К 0 с индексом К штрих и на единицу с индексом К. Во! Что-то такое. Вот такие состояния перемешиваются. Нам нужно узнать, чему равна энергия таких состояний. и на единицу с индексом К я ответил совсем правильно. Ну это, вот-вот-вот-вот. Мы должны оператором А0 подействовать на эту функцию. Она является собственной функцией. Чему она приведет? В силу того, что все нолики, кроме одного, у нас колебательная часть предоставляет просто H омега. Ну и у электрона бинпость другой, поэтому физической энергии электрон будет следующий. H квадрат, в скобках, K, куганю, минус K в квадрате, берем ее название. О! Вот чему равна энергия кладем еще возбужденного состояния. Возбужденного состояния, которое смешивается с основным оператором В. Поправка второго порядка. Основного состояния. Следующий. Это сумма. ОК. Спрошу здесь вот. 1К. То есть, это В. Ку-к. Ку-к. И здесь мы тоже уже нулевые колебания отбросили, да? Здесь да. Да. А то была бы еще сумма пока. Сумма здесь будет разности между ЕТ-того и вот тем, той самой, группе с нами 0-деканами. ну все, на самом деле все, уже можно писать, да? Или все равно? Сумма пока. Вот это вот вся фигня по модулю в квадрате. Да, я вам я вата силины по модулю в квадрате уже беру. Получится ОЙ ЕКУ на В квадрате Н А на 2 Омега ню 4П в квадрате так и оставлю 4П в квадрате на безобразие так Единственное, как в квадрат это то, что у нас был положен на убитчислитель. Я поставил его просто рядом. Это мат-ощеление. Ну а в доминателе будет вот самая неприятная штука, именно разность этого и этого. Работайте, 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 работайте. Ладно, пока запишу подземлять это минус 0 Сейчас я его списываю. Ну, то, что не зависит какая я вынесу на знак 100. Вроде бы получается, да. У нас в итоге эта энергия не должна зависеть от энергии. Вот так вроде бы и получается. То есть у нас был один электрон и он свою энергию понизил. и нижняя энергия не зависит от размера этой станок. Потому что все не зависит раз не прицел. Так два Омега А М 4 П в квадрате здесь 2 М 2 М 2 М 2 М 1 2 1 2 2 2 Т Т Что останется? Останется q квадрат минус q минус q минус q в квадрате и минус сейчас скажу что сколько это будет h омега поделю на h квадрат и умножить 2m то есть это будет 2m омега на h вот такая да чё за хрень чё за хрень чё за хрень такая квадрат размираются ты красавцата знаете? я тоже пока не знаю призываю подумать ну очень просто Я вот эту вот энергию, да, вот это вот квадрат волнового вектора Я энергию представил так То есть у меня h омега умножилось Представилось так h квадрат на 2m и вот эту штуковину 2m омега на h Ага Родить Правильно? То есть это имеет такую же размерность, как вот эта То есть квадрат волнового вектора То есть обратная длина в квадрате Важная характеристика, я ее обозначу как-нибудь Пусть это будет u в квадрате Ну смысл у него следующий Вот у нас электронная дисперсионная пива, зависящая от... От чего? Откуда? А вот у нас оптический фонот, энергетического фонота Ужди-то, угу... Ужди-то... 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 Так... Полового вектору, когда энергия электрона сравнивается с энергиями этого оптического фонот Ну и всем понятно, всем известно А, ну да, я сейчас тут же на месте чем-нибудь подкорректирую косметический То есть вот это, в экстазе сырье, у нас h будет в знаменателе В числителе, двойки сократятся m в числителе m в знаменателе И в знаменателе будет еще h омега Во! Это уже понятно m на μ это отношение масс безразмерное, h омега это... Энергия Фактического фонота Так... Теперь я напишу m на μ h омега Ну и самая сложность Вот до этого места Нужно было дойти все Потому что это очень просто Сложность начнется с интегрирования Сейчас Ну, надеюсь, что начнется Я оба иду Обгрирую тремя способами Непонятно, откуда вы это взяли Для h омега равно h квадратным двоем И там сколько еще Так... Последняя h омега Ну я вот Из знаменателя вот этого У меня h квадратным двоем здесь h квадратным двоем здесь А здесь нету Я просто вынес И вот коэффициент, который остался Вот h квадратным двоем И так И так И так Ну вот Вот эта штука у нас есть Сами видите Уже здесь Как квадрат в знаменателе Вклад в эту сумму Дают только Фаноны с очень большими Длинными волн То есть с маленькими волновыми векторами И я суммирование заменяю интегрирование Значит сумма пока Заменяется Что у нас там было Это объем элементарной ячейки И 2p в какой-то степени Да? 3p Три 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 Да в вас там Конечно Вы должны тягать по ДК Вот так там там N есть? откуда? у меня был просто объем на 2 гибко объем чего? элементарная часть а вот, а это у меня объем всего простала для этого на 3G элементарных челленов я просто смотрю и что-то не вернется N у нас типа сокращается? нет, тут у нас было наверное число 2 число частиц нет, я не помню я тоже не помню ну, ошибемся в 2 раза все теоретики должны через это пройти я просто не... не нравится мне что вы вот здесь вот с квадрата я тоже через это пройти так, ладно возьмем что с интервалч интеграл dk 1 на k квадрат е в конце все такое q квадрат минус q минус q квадрат и минус черт ладно минус у квадрат конечно же конечно же вот этот интеграл имеет знак минус поправка второго порядка к энергии всегда отрицательная ну если диагонально то я не знаю нету или она действительно отрицательная здесь минус здесь минус и плюс ладно получим будем так минус таскать так естественно я буду брать интеграл в такой степени координат в которой ось z лежит вдоль вектора t тогда в степени степени координата то есть из действий я отключаю модель зону фоксимируется сферой не знаю какая это модель так мы можем это есть k квадрат dk интеграл sin θ dθ интеграл dφ единица на k квадрат которая взаимно уничтожается очень легко так мы уже не различаем сейчас будем таким q квадрат минус q квадрат плюс 2q k на cos θ скалярное обозрение минус как квадрат Ну, интеграл по ФИ я монетирую, по ФИ, какой интеграл возьмется? Q, Q и минус Q, до свидания Q и минус Q. Так, ага, 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 парни с вас. Интеграл. От минус единицы до единицы по dx, x это кое-симус то это. И интеграл нуля. Ну, до какого-то одевая, скоро, конечно, должен играть интеграл. Патриарная функция сейчас такая. K в квадрат, минус удвоенное интегрирование 2K, Q, x. 2K, Q, x. И плюс Q квадрат. Катерный секрет риок. Катерный секрет риок. Катерный секрет риок. Катерный секрет риок. Ну, и сейчас я заменяю на бесконечность. Почему я это делаю? Почему я это делаю? Так, ага На бесконечность? На бесконечность Мне заметить очень легко Когда я выбираю, скристираю, бесконечность превыска Почему бесконечность? Особенно Ну Большие К в интеграл все равно дают небольшой вклад Че Не будет красивых Так Можно еще раз шаг Интегрирование по сфере Переход от интеграла Переход от интеграла От интеграла Потом у нас интеграла по сфере Вот Это интеграл по зоне бюлера Зону бюлера видели? Да Красивая А интегрирование по ней очень сложно Это зону бюлера Может быть Кубической Ну какой угодно В зависимости от твердого тела Ну Мы рассматриваем Типа Изотропный Ой Сейчас скажу У нас ионный кристалл Ионный кристалл Ионный кристалл У нас три флор У нас три флора У нас три флора Тоже он Уфидированная Эти всланды Не На три флора Кубическая Кубическая Ну Если Я Я посмотрю Решевку про В Да что будет У нас три флора это ров это как кубическая кубическая хорошо, хлор выбрасываем натрий какой же был стой кубический нет на трех он гранитцентрированная то есть гранитцентрированная квадратные гранитцентрированная будет соответствовать гранитцентрированную кубические флоза собственно Mädels смещены на диагонане Вот это, здесь в углаз будет цезий, а... Цезий? Ци... Флор, по-моему, флор будет здесь. Флор, да? То есть у циеви флор будет как раз соответствующая постёрка в 10-й решетке. Не важно, важно то, что это высокосимметрично, да, зону времен должен будет, ну... Конечно, не сфера, но... Но похоже, где надо будет. Куб высвечённый октайд, либо робот-докайд. Робот-докайд. Его робот-докайд. Прочий столб-докайд, да? Ну, значит, заменил сферой. Сферой с некоторым... Разничном канифайд. И здесь я говорю, что... Что я говорю? Рассматриваю... Рассматриваю остальную сферу, но всё капространство бесконечно. Ну да, а интеграл так-так говорится. Зарубать не нужно в тех случаях, когда у нас... Вот, это, на самом деле, физика за этим такая. Верхний предел тогда нужно ставить, когда у нас на верхнем пределе интеграл расходится. Правильно? Угу. Ну, не давал ещё писать. И застрелять их на лёд. Как в прошлый раз я... Не-не-не-не. Тогда там... Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У них дают склад маслом. Колебания с очень короткими длинными волками, то есть большими, как... Угу. Да. Большой РК, это маленькая Риана. Они не могут давать физического вклада в этот интериал. Ну если это так, то это как-то... Не-не-не-не-не-не-не… Но в каком-нибудь… ОАН-ТВе существует подобное интеграл, где в верхнем пределе играет роль. Там что-то... Что-то выкручивается. Меня другое на самом деле волнует. Я об этом representation 0, 1. Ну он легко берётся при Q равном нулю. Q равен нулю это вообще очень просто, давайте, Q равен нулю возьмите и мне скажите результат то есть, вот, где-где-где я рисовал, двух нас был Q равен нулю Q равен нулю Q равен нулю Q это, да, прямо мне что осталось какой-то, скорость электрона, то есть, если я сочетаю эту поправку прибора на нулю, это будет поправка энергии для очень-очень медленного электрона ну или вот, вот у нас парабола была такая, это будет смещение дна параболы вот, вот, что я отыщу а что я не понимаю, в чем настольность по кубу, например, интегрировать почему он по сферам интегрировать значит так, то что, мы интегрируем в сферическую 모� 낮 то поляпе ну да, ну presente выбрали решетку брошь куборовой, в виде сферы так, нет нет, есть, в зоне брошь в виде сферы может быть, а зона о Zoo, verify zone, абсолиено,him апаксимировать, сферы это не выбрали зону брошь в виде сферы не бывает абсоли сфиксирую, квадратом, чтобы ближе к кубическому. Сейчас скажу почему, потому что хрен вы возьмете интеграл в свои другие карты переменных! Не возьмете? Сейчас подумаю, не возьмете. Вы попробуйте взять, здесь будет кс квадрат, ускорить квадрат, мне сказать квадрат, все съедет. Ну можете его пытаться. В простой кубличной решетке у вас есть шанс что-то выдать, но не знаю. То есть нужно будет выглядеть три партнерских интеграмм, каждый из которых приведет к страхолюдям. Ну смотрите, вот. Отчислено. Отчислено, блин, отчислено. Отчислено, конечно, все можно взять. Смысл? Вы численно потеряете зависимость от параметра U, от параметра Q. Вы еще не хотели потерять? Нет. Итак, рассматриваем ее в случае Q равен 0. Да. Он нам что-нибудь додаст. Блин, а почему нужно забрать? Это у нас. Да. Ну. Ну. Слушайте, пожалуйста. Я попал. Считал, посмотрите. Вот эта формула справедлива, когда здесь стоит единица и наины. И здесь стоит так, как в любитарной ячейке. Когда здесь у нас в сумме N слагаемых, да, эта сумма от единицы должна давать единицу. Поэтому, когда у нас единицы N здесь нету, здесь тоже нет единицы N. И поэтому я должен это... А, все, я не... Больше у меня... Исправедлива... М? Все нормально, все нормально. Исправедлива... 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 Есть замена на озера? Наверное, да? Да... Надо сделать замену. Может показаться что-нибудь там... Кара... Тангенс... Да... Тангенс... Чему-ничему... Просто... А он табличный. Да он табличный. Потому я и хочу, чтобы это все сами сделали. Потому что если... Q брать... Не нулевым... Там тоже получается табличный 3. Но... Человек не будет звонить. И вырубни ее ломать. А там полный квадрат выделили тоже табличный 3. Там фигня с полным квадратом. Ну, разобремся. Потому что надо в разных случаях рассматривать. Большое U и МАЛЕНКО. Большое U. Большое U и och5 А где уже укажутся... Так это же... Что правда? Да нет... Нифига себе... Ну, нуahi... Ну, нуаа... Актангенс... Придельница O as we check up a window? Минус четырей ч Olha... Тихо-тихо! borne четы ø... Минус четыре пить... Делить на э, да? Да. Октангенс чего? Х делить на У. Так, да... Почему X делить на У? Их вообще пропадает, но у нас их пропадает. Да, я ничего не делаю. А прикурам нет, их я уже убрал, да. Куделит наука. Куделит наука. Спасибо. Ну, какого куделит наука? В постановке от миллянной бесконечности. Чимураевна, Танец, постановка от миллянной бесконечности? Миллянная бесконечности. Миллянная бесконечности. Миллянная бесконечности. А вдруг делится? Артангельс делится на У или умножается на У? Я не знаю. Нет, а вот если в начале единица, значит, это делится. Только так, как там делится. Сыграл ДК. К квадрат плюс 2 квадрат равен единица на У. Сыграл В к на У. Единица плюс к на У квадрат. Папель, да? Ну всё. На ней мы делили многое, делили пио пола. И получается минус 2π квадрат единицы на У. Давайте поставим это в нашу формулу. Это пригодится, чтобы углить параметры. Так, ага, сюда буду поставлять. Вот здесь я, как уже мысли будет, В делить на 2π третий слипни. И значение нашего интеграла. Минус π. 2π квадрат. Поднимите снова. Мне очень нравится. Ну ладно, поехали дальше. Сейчас мы посопрощаем что-то сопротивиться. Так, это В квадрата. Е кв квадрат. Так. С этой В из пиани, что у нас? Разберёмся или дотану её? Нафиг? Нафиг. Ну, во-первых, у знакы нафиг. Минус 32, и вы что сумма зашли? 4 в квадрате, 16 в квадрате еще. А еще делится на 8? А еще на 8, да. 4? Да. А в суммарной степени Пи? 4П просто получается, да? И делаем наоборот. Так, а у нас, подогон, что такое? У? Да. Минус H. Это у квадрата? Да. Немного еще. Немного еще. Два. Еще двойка. Два. В общем, это штуковина. Эту штуковину. Я как-нибудь, давайте обозначу. Это поправка. Вот. Почему 4 осталось? Не знаю. Вы мне так увидите. Здесь 4 на 4 будет 16. Здесь умножить на 2 будет 32. И делим на 8. 32 на 8 будет 4. 3. Так. А может, деньги еще раз? Нифиг знает. Минус напишу. H. Омега? Омега. 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 Омега это частота фонона. Омега. Омега если у нас будет Ordine. Омегаed. Омега, од bättre этого нет. Омега. 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 Омогу. Омега. Омега đQ. Омега. Минусelerant изменен 3b. Перемега. Омега. это единственное объемлемент табличи, не стоит, не буду его здесь быть не должно E Q квадрат, к этому я отношусь спокойно и ровно деленное на U, вроде нормально, да? да, хорошо, а, опа, еще раз и, ну, M на минимуме, 4P тоже какая-то, 4P, независимая и еще нужно M в квадрате тут немного чего не нравится мне кажется, это не является безумным так, если на кубический метр, умноженное на метр будет метр в четвертой степени, да? да, да, точно вот это квадратный E U а, нет, погодите, погодите U ведь у нас имеет размерность с обратным метр V квадрат то есть V на U имеет размерность метра с квадратным E как у нас? V на U на U а, на U это же квадратный E U в виде на метр это метр то есть V на заряд, взгляну на расстояние следовательно следовательно у нас это квадратный метр ну, это тоже метр с квадратным но тяжко, тяжко, тяжко я сейчас да и заметьте вот эта буква альфа в операторе размещении будет корень квадратный из альфа то есть мы нашли поправку второго порядка она восстанавливает альфа в первой степени ну и сам V оператор V в основном корень квадратный из альфа то есть все, что мы будем находить во втором порядке это будет восстанавливать альфа в первой степени просто сейчас я буду искать интеграл уже не для 1 0 q это мне нужно, чтобы чтобы что-то сделать да чтобы узнать зависимость энергии от q с учетом взаимодействия и там его тоже сейчас я буду выражать писать будет меньше так альфа у меня написано так и что-то еще важное хотел сказать подождите, подождите, подождите подождите а ну естественно поскольку мы считаем что это потеревое значение альфа должно быть маленьким у нас подавка второго процента к энергии это выражать через г замерное число просто вот сюда входят уже как бы из величины которые можно померить экспериментально и там е заряд электрона q это заряд иона u выражается через что? q вы помните через что? через что выражается что входит эффективная масса электронов которая как вы думаете? эффективная да точно это тоже сложно точно а эффективная эффективная которая может перейти в тепло или что? эффективная или чем эффективная эффективная диза в том что в твердом теле электрон даже если он свободный, типа свободный электрон у него, законный дисперсий отличается от свободного электрона из-за взаимодействия с ионными астогами. Вот это там как хибрят, хибрят. Хибрят? Нет, 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 не шут. Она, по сути, так же и определяется, как через законный дисперсий производный. Ну да, по-моему, через циклотрон еще кто может это сделать, в любом случае приведенную массу легко вычисляется, ну и омега – это частота протонных оптических фономов. Она вообще легко находится из оптических экспериментов. Да? Да, из экспериментов об обращении. Поэтому сюда просто экспериментальные величины входят, ну и можно посмотреть, как у нас большая альфа или маленькая для тех длинных ионных кристаллов. На самом деле смотреть не надо. То, что я написал, это очень грубое. Ну, пусть мы можем посмотреть. Так, ладно. Давайте я сейчас буду искать оправку к энергии основного проекта, но уже с учетом не нулевого куба. Для этого я вот в этой штуковине стираю вот то, что стоит здесь, и списываю интеграл. Так, v на 2π в кубе – это у меня от интеграла. Ага. А сам интеграл еще включает себя вот так. Ладно. Минус 2π. Ну и интеграл. Так, 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 погоди, 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 погоди. А, ну, все, признаку полуровать. По ху в этот интеграл не будем сначала. Сначала пока. Минтеграл от 0 до бесконечности. Здесь, как уже было правильно сказано, нужно объявить полный квадрат. Получится такая штука. К плюс, нет, минус, qx в квадрате, правильно? Да. Да. По словам, я должен быть минус qx в квадрате и плюс q в квадрате. И возникает интересная ситуация. У меня интеграл будет зависеть от того, у какого знака в аналог штука. Я посмотрю случай малых q, то есть, если у нас q меньше, чем q, если у нас фонона таков, что энергия его ниже, то тогда, при любом возможно, мы все, x меняется от минус единицы до единицы, это сумма будет положительной. Правильно? А финически это какой статус? Финически. Ну, q меньше. q меньше, у. Медленный электрон. Медленный электрон. Медленный электрон. Куран на нулю это вообще покойчивость. q меньше, у. Поэтому переписываю. Делаю здесь сразу же доменный переменок. Интернат ведется от минус qx для бесконечности. q, по d, тоже по dk, здесь будет k квадрат плюс u квадрат, а, u квадрат минус u квадрат x квадрат. Вот так. Получается тоже, на самом деле, отправность, да? Вот, как я, мы с вами договорились, что при маленьких q эта скобочка всегда положительная, поэтому всегда у вас будет тригонометрический артангенс. Ну, подобные замены сейчас воспользуемся. Единицы берем на корень квадратный вис. u квадрат минус k квадрат x квадрат. Так ведь? arctangens, k деленный на корень квадратный вис. u квадрат минус k квадрат. Так, сложно, да? Да еще и аркас. Да нет, я на самом деле не боюсь. Но в итоге все упростится. x квадрат, а в постановке на нижней пределе не ноль, на нижней пределе минус x, а на верхней бесконечности. На верхней, на нижней пределе будет не нулевой вкладке. Интеграл от минус единицы до единицы dx, деленное на вот это хреновое поле. q квадрат плюс q квадрат x квадрат. Тут будет разность. На верхнем пределе пьё к ламбе с вопросом. На нижнем пределе, так, мы qx вместо k поставляем, а там есть нечертная функция, поэтому пишу плюс. Танденс qx квадрат плюс q квадрат плюс q квадрат x квадрат. Ну, это милое дело, нужно поинтерировать по x. визит, что мы там интегрировали. Визит. 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 это ведь и разберется очень просто это нечетная функция по иксу получается, π около так что? так, даже на π около просто интеграл мы равны единицы и что это будет dx у квадратный у квадрат минус у квадрат х квадрат вот его там уже там не возьмите ага так реально было против начала а единица на у? арксинус единица на у не верит потому что под аргумент арксинуса должен быть без первого размера начала ну какая-то комбинация у и q конечно верно? у и q имеет одинаковую размеры скорее всего будет отношение ну и самое главное размеры в у в в Продолжение следует... 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 Ну, если мы добавим сюда еще невозмущенное значение, то это будет просто невозмущенное значение было коротко. Все равно из вам остается. Однако доказано, что доказано, что истинная зависимость E от Q Электронус, каким витаминовым взаимодействием, это гладкая функция. И словом, это не должно быть. При маленьких Q этой формулой можно пользоваться, при больших Q пользоваться нельзя. Почему нельзя пользоваться при больших Q? То есть при Q равном 2 в теории значение становится неприменимым. Попробую объяснить. Так, как я уже говорил. Так, это все можно встретить. Как я уже говорил. Что ты сказал? Ты лучше, чем математика. Вы разжигаете? Ничего лучше математики. Я в математике этот интеграмм посчитал, 20 минут считал, я даже интеграмм написал. Не в ту сторону ты мог дать. Наверное. В храме науки нельзя говорить, что нет ничего лучше математики. Короче, математика самая лучшая. Произлом я хотел сказать. Да. Итак, сейчас сформулирую. Почему геройное смещение становится неприменимым? Так. Угу. Рассмотрим полный, ребята, для бетона. У полного оператора для бетона, то есть у оператора H0, квантовые числа это были N и Q. У полного оператора для бетона, буква Q уже не является сохраняющейся величиной. Потому что возмущение смешивает состояние с разными волными векторами бетона. Ну, волновые функции видели, что была в нее Q, и примешивают состояние с различными Q плюс K. Сумма по K на NK будет сохраняться. Почему? Сохранение полного импульса? Да, это полный импульс. Ну, потому что структура операторовая такая. Насколько она уменьшила импульс электрона, настолько же она увеличила импульс холодной сети. И наоборот. Так. И теперь я возьму оператор H0 и выражу еще из П. H0. Правильно. Сумма по K H омега N ВГТ плюс, здесь ничего не изменится, а вот тут будет такая штука. Ага. Единица на 2N. Наверное, даже H2. Как будет записать по русски? А. Хоп, понял, записать. П минус сумма по K, KD в квадрате. Выбудет, конечно, мудренно, но придется пользоваться этим. Ага. Тут стояло K в квадрате, я кубу еду через P. Просто с учетом возмущения у нас P будет уже хорошим партнерным числом. И P будет сохраняться. Начатью зависимости. Так, вот у H0 я знаю собственные значения. Собственные функции тоже знаю, но я не напишу зависимость собственных значений от P. Разно будет всякая зависимость. Это именно. В случае, когда у нас фаномная система не возбуждена, когда все N-карты нулевые, Q и P это одно и то же, и поэтому я получаю просто обычный запомный диспетс для электрона. То, что он получился симметричный, не обращайте внимания, он замешивает симметричный. Я обратил его. Далее, если я рассматриваю систему с возбужденным фаномом, с одним, это означает, что энергия уже будет рассчитываться от этого уровня. Ну, в уровне понятно, что это будет как раз H омега. И здесь будет вот куча уйма кривых планет. Почему? Ну, вот это вздвиг энергии. Я пишу зависимость от P. И вот у меня просто будет сдвинутая парабола, ну, в зависимости от того, насколько я сдвинул. То есть, вот эта диспетсионная кривая, когда возбужден фаном с одним воловым вектором, и так далее, и так далее. Так вот. Важно того, что, когда мы включаем взаимодействие, у нас начинают смешиваться вот состояние, описываем вот это вот, с такой энергией и состояние с такой энергией. Да, смешиваются с H и N. А P остается на месте. То есть, вот такой вот. Когда P маленькая, ну, или когда, значит, для N она нулю, U маленькая. Вот эта вот, эта энергетическая разница большая. И пользоваться теорией возмущения можно. Когда же кривая подходит к, энергия сравнивается с энергией агнического фанона, они начинают пересекаться. А что происходит, когда пересекаются два смешиваемых органов? Сверх... Смешиваем... Смешиваем их органы. Знаете? Включается теория размещения для двух близких органов. На москве есть органы? Да. Да. Без смешивания это будет, для изучения смешивания будет, это будет вот такой вот, отталкивание двух органов. Здесь получается тоже, у нас, с учетом смешивания, вот эта кривая будет отталкиваться от всех остальных. И истинная дискрессионная кривая будет какая-то вот такая Ну и здесь она будет смещена То есть вот смещение здесь Этим можно пользоваться Потому что вот эта энергетическая разность достаточно велика Для маленьких Q Ниже ныря? Ниже ныря, что ли? Ну, конечно, вот То есть если они близкие и мы включаем в это взаимодействие То они начинают отталкиваться То, что пересекалось, отталкивание уровня Да, да, отталкивание То есть вот когда мы подошли близко к Q равное U То есть вот к этому месту, к этому местечку Теория вообще не перестала быть справедливой И то, что мы получили здесь, вот это полный Поэтому можно брать эту форму только для маленьких Q Там, где у нас вот эта вот щель была достаточно велика Теория, Юрий Владимирович, не можно было пользоваться А вблизи этого можно вот описывать теорию возвращения Теорийских органов, да? А, только там их бесконечно большое количество Теорийских органов То есть вот у нас Вот это состояние будет смешиваться Со всеми, которые имеют тот же самый P А их много здесь Теорийских органов, да? То есть, это явно и солодович несколько Эффективно будет приводить к тому, что на асимптос выходит А как это описать? Ну, теорию возвращения не получится Там используются какие-то вариационные органы и прочее-прочее, но... Ну, зато вот, счастье в том, что при малых Q мы все-таки можем разложить эту штукинцию в ряд по малому штуку И это приведет к тому, что зависимость E от Q будет отличаться от того, что раньше было H квадрат Q квадрат на 2m Разложим теперь сумму этого и этого по маленькому Q Мы получим смещение и изменение эффективной массы Ну, сейчас я как бы разлагать не буду, да? Большого ума не надо Все ведь помнят форму разложения от синуса, которая первого? А очень легко Ну, я пишу, помню Антисинус 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 Погодите Здесь для синуса помните? Да Синус x равен Нормально С единицы начинаются С x Спасибо! Согай мой 0,50 не будет А вот x x Спасибо! Хорошо! Минус x-кубер x-кубер на 3 На 3 фартериал На 3 фартериал На 6 Хорошо На 5 фартериал 100 Неважно 125 И 125 И 125 Нет Хорошо По 12 А 5 фартериал А Синус Конечно, сначала x Да Синус у нас Вогнут вверх А Синус вогнут вверх А То есть Кубер на 6 Ну, на следующий фартериал, конечно, будет другим Но он не важен Слагаем это до 3 фартериал Очень легко Вот Если мы знаем разложение нечетной функции То нечетная обратная функция Мы тоже Дерзаем 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 E Уже С волной напишу Это С учетом второго проекта Категории возмущения Уит равно Вот Это Невозмышленная часть И потом Минус Альфа Омега У И Арксинус По маленькому Это У Плюс А 1 Шестая У В третьей степени У В третьей степени В плане Дальше Ну Получается Минус Альфа Омега Это Понижение Энергии Плюс Альфа Ку Квадрат На 2F Это у нас было Ну и Вот Минус Альфа Омега Написать Да Еще Наверное К Минус 1 Шестая Да Еще Наверное Ку Квадрат Зеленая На 2F Квадрат Ну и сейчас я могу записать Новые массы Эффективные Из следующих Побуждений Х Квадрат На 2M Донуклея Родно Х Квадрат На 2M Старе Минус Одна шестая Альфа Омега Омега Снова квадрат Квадрат да, нет, да, нет, так единица на 3 с 1 звездочкой должно единица на m то будет минус так, если мы его не будем мы на h квадрат поделили получилось на m на h и на u квадрат ой, у квадрат, у всех помнится, да? да, да у квадрат равно 2m омега на h у квадрат равно 2m омега на h зеленое? да что делать? я альфа забыл альфа забыл, сокращается, конечно ну, как, конечно, я сказал я просто помню, что с ним должно закатиться ой, две трети, а, нет, две трети будет снова та шестая минус альфа деленное на 6 по-моему, и все а, ну так, все сейчас сможет единственное ну, и соответственно m с отверточкой равно m единица прямого парня а, это все нормально а, это все нормально а, это звездочка, это что, еще раз это уже будет эффективная масса электрона с учетом его взаимодействия с решетом то есть, выражаясь шо-шо, языком проката и все получилось и получится мы, электрон поместился в кристалл в ионный, да к нему притянулись положительно заряженное оттолкнулись к нему отрицательно заряженное и вот чтобы дальше переместить сам по кристаллу ему нужно вот смещение за собой тащить и эти смещения и он ему тяжелее уже будет переместиться это эффективно выразилось вот в таком увеличении массы так вы не расслабляйте себя атоматические задания атоматические задания атоматические задания следующие мы начнем с вопросом второго проекта второго проекта да можно так же найти попасть в голову функции плюс какая-то линейная комбинация уже возбужденных состояний вот невозмущенные и плюс поправка первого проекта это разумеется будет линейная комбинация всевозможных состояний которые в случае состояний с одним возбужденным фаноном полном и с измененным импульсом публикрома оттащите мне пожалуйста вот возьмите возмещенную волновую функцию все обозначу и найдите следующее 0 однако с учетом размещения у нас получится не нулевое число и это будет безразмерное число так все должно сократиться и как через альфа должно выразиться альфа и альфа непременно присутствует в ответ потому что по теории то есть альфа у нас корень квадратный из альфа стоит здесь здесь ну в общем увидите поправка профессиональный корень квадратный из альфа будет равном нулю а вот профессиональная альфа первая степень так это что должно правильно число все не натуральное как бы привлекаетесь к тому что ничего хорошего нет 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 ответы постойку лучше а да не совсем постойку этот ответ найдите эту штуку в случае q равном нулю в случае в случае малого можно найти от этого чуть посложнее но в случае большого q смысле нет потому что 1 это в первом порядке да не в первом втором порядке он маленький еще так какие то еще у меня дела с вами были а ну да помню помню ну можно еще оператор эту задачу пинать я вам могу сказать что то есть тот оператор который я написал в самом начале он именной он начинка фрёли он первый выиграл и хотел с помощью объяснить сверхпроводимость и не получилось знаете почему много продвижений нет потому что сверхпроводимость она такая не она из-за акустических формов возникает ну если не знать про эту куперосную неустойчивость то сверхпроводимость никак не подойти выходит утрез а у него это продвижение не получилось и куперосную неустойчивость тоже вы сверхпроводимость еще не проходили нет а ну ну что устали отдохнули дальше пойдем у меня перед вами доложок конечно еще остался в том смысле что когда я выводил это чудо я как-то неаккуратно обошелся с коэффициентами эффективная масса которая у меня получилась я сдавал поверьте пожалуйста ну я посмотрел так да там действительно получается эффективная определенная масса но чтобы ее получить нужно аккуратнее решить задачу о взаимодействии о колебании глухая двухатной решетке а вы решили неапурат у вас динамическая матрица неправильная то что не показывает неправильная динамическая матрица а отец у нас классическая задача двухатной решетке и каратинка значит у нас в альентарной ячейке поинтеливается индексом n в каждой Потом в элементарной ячейке 2 атома 1 и 2, ну или плюс-минус можно их обозначать, потому что они в итоге будут равны царяд листы. Уравнение, колебание такое, омега квадрат xn1 равна, ну и разумеется, всякие кружинки, разумеется, кружинки все одинаковые. Так, тут напишу n, это будет 2fxn1, минус xn от двойки минус xn-1. А, тут f, тут f, тут f. А, давайте. Аналогично. Вот такая система уравнений, ну, делаем фурие преобразование, после фурие преобразования получается уже более простая система. Это система, которая содержит перемены с одинаковыми индексами k. То есть, xn от альфа. Это единица года квадратный xn. Написываю, сумма там под k. Здесь степень k. n, xn, xn. Вот. Здесь что-то бывает. Ну, так, и вот так. В итоге получится. Смотрите внимательно. m, омега квадрат, xn от двойки минус. xn от двойки минус xn от двойки минус xn. xn от двойки минус xn от двойки минус xn от двойки минус xn. Ну, здесь степень минус xn, так. Как-то они не имеются. Вот эти минусы у нас не было? Они есть. Ну, и дальше можно записать это в виде задача на собственное значение, только фишка в том, что здесь матрица получается не симметрична, не адмитрованная. Это нужно разобрать. Если я запишу тупо омега квадрат x вектор, двухкомпонентный вектор x равен d от k x от k. Ну, матрица d будет такая. Угу. Угу. Секло, что матрица не является ремидовой, да? Ничего страшного. В итоге, конечно, это не приводится, потому что у не ремидовых матриц тоже могут быть вещественные собственные значения. Вот так оно в самом деле здесь и происходит. Но, чтобы избавиться от этой... Этого неловкого чувства. Переписываю задачку чуть-чуть по-другому. От смещения x переходит к уметин. Таким, чтобы динамическая матрица была эрмитовой. А какие у нас получилось вообще не орбитова? А, потому что массы разные. Вот из-за того, что здесь мы динамим большое, а здесь мы малое... Да, массы, да, разные. По теории все равно у нас должно получиться эрмитовое. Сейчас получится. Если мы... Короче, по теории должно получиться что, а мега квадрат вещественные положители. Вот это получается. У этой матрицы, если мы сейчас решим дать у нас собственное значение, мы получим... Нет, мега квадрат вещественные положители, но это нам гарантирует эрмитовость матрицы. Нет. Почему? У эрмитовой матрицы вещественное собственное значение, но обратно неверно. по теории она же альмитовая должна быть? но вы видите, что альмитовой нет? а почему так получилось? то есть у нее альмитовой матрицы могут быть действительные и не могут быть? нет, если матрица альмитовая, то собственное значение точно и действительное обратно и неверно вот пример, матрица не альмитовая, но не вещественная собственность я сейчас перепишу задачу в других переменных и мы в данном случае, неверно матрица уже хорошая годная кэшель так, а как переписать, я уже забыл сейчас подождите, чтобы вспоминать ох, корнюшки так, нужно определить на m и n перейду к следующей перемене x от единицы это будет ну, новая u от единицы на корень квадратный из по-моему, так x, соответственно, от двойки это u от двойки на корень квадратный и z малого ну, есть неправильно, я поменяю перепишу уже нашу систему в новых переменах что там происходит вместо x поставляем тут корень из m тут корень из m тут корень из m омега квадратный от единицы равен а что, везде приведен s, что ли? везде приведен s, что ли? везде приведен, а у вас не возник 2f на корень квадратный из m от единицы от единицы минус f на корень квадратный из m от единицы на все, по-моему, так конечно, я уже не искать решу здесь так, туда корень квадратный из m амега квадратный равно 2f на корень квадратный из m от единицы ну и минус f на корень квадратный из m ну и сейчас можно заметить, чтобы поделим у нас получится чеки пить и все хорошо амега квадрат ум равно от k угол у компонента v равен d ну это уже другой будет d правильный d с нужными свойствами от k где d теперь? это очень все хорошо вот такой 2f на m минус f на корень квадратный из m это небольшое м мало и минус n на то же самое квадратный тон ну и 2f на m у этой у этой матрицы и у этой матрицы одинаковые собственные значения но это уже будет элмит да да это да да а а да а какие у нее собственные значения м омега квадрат нужно взять и вычесть и посмотреть плюс как минус минус 2f на m большое плюс единственное м м м м и минус еще вот такая вот f квадрат на m большое м помогайте мне что я делаю так 4f 4f а не до конца я еще не до конца написал давай я почему то вы вы получили перемножить хватит перемножить 2 плюс 2 нет 2 2 больше И еще вот это вот произведение со знаком плюс, плюс m в квадрат, 4х квадрата, что, с ума пошли? Да, 4х квадрата, а m большое, малое, разное, вот так, как-то так, да? Что делать? То есть здесь можно поставить знак плюс и знак плюс. Да. Да? Не видишь? Откуда? В итоге. Омега квадрат. Второе. Это вот что? f единиц на m плюс единиц на m плюс минус, то есть минус поле квадратных циросипязей. Ну я это сюда вынесу. m плюс единиц на m в квадрате минус. Ой. И все. И все. И все. И все. Как раз как от вы perthave т. А, а, откуда четвер prede verses? И отвалить т. Ну, кроме четвергого квадрата, сколько квадрат не у нас? Скоро квадрат как без квадрата и все. И все, шесть раз. Хм. Хм. Ну, увau, в что? Я, если я проанализирую, вот такой здесь уже, такой да, ты пусть вернули. Ну да, вот так, это квадрат. Если я проанализирую, то получится, что при карте стремящемся к нулю… у нас, ну всегда будет вопрос, да, соответствующие афтические и акустические бетки и в этом случае они не пересекаются так, при k равном единице у нас получается dk равном нулю в единице, cos равном единице и у нас очень хорошо нарисовывается здесь разность квадрата то есть квадрат разности и на салон и на салон и на салон скринясь да У меня получается, что прикладываем... А мы вот эту константу вообще как учили? Мы там знак поменяли? Какую константу где? Когда у нас было... Вот мы... 2f... 4f квадрат на m на m большое. Да. Вот. У меня как учили? Сначала было вот так. И потом было... Плюс. Или плюс. Плюс. 4f квадрат на m большое и м малое. Вот. Так? Угу. Ну смотрите. Вот я смотрю на уравнение. Поставляю уравнение вместо лька поставляем ноль. Это у нас будет нолик, да? Опа. Приехали, здравствуйте. Это константа у человека. Что здесь? Нет. У нас приказ равен нулю. Должно получиться автоматически. Вот. Свободное ощущение должно быть. Потому что один из корней был арбит равен нулю. Четко. Так. Смотрю сюда. Приказ равен нулю. Приказ равен нулю. Вот, собственно, синяя. Этой матрик. У меня приказ равен нулю. Вот. Собственное значение. Этой матрик. Должно быть нулевое одно. А я что-то поставляю. Не получается. Не получается нулевого. Собственное. Значение. Собственное значение. Собственное значение. Что делать? Собственное значение. Аааа. Ладно. Давайте сюда пойдем. Здесь приказ равен нулю. У нас ведь все получается. Да. Ааа. Вот что делать. А мы когда перешли. Мы вычитаем тоже же. Мы перешли от икса к у. Да. Так там омега тоже должно измениться? Нет. Почему? Омега это такое. Омега, на котором есть интервиальное решение. Ну я понял. Но мы когда вот от икса к у записали. Мы же пишем омега квадрат на у. Но у то у нас мы заменили икс на у. Ну вот я заменил. У нас было m на икс. Стало корень квадратный из m на у. А, да. Я заменил здесь. Тут два, тут два. Тут не должно быть любого подвоза. Ситуация осложняется тем, что здесь у нас приказ равен нулю. Что вообще получается на него собственное измечение? Ага. Здесь тоже не получается. Уууу, как я хорошо молодец. Так, ладно. Если я сейчас возьму все одинаковые. Здесь 0 получится и здесь 0 получится. Здесь все верно. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. Я отначаю, что по этой матерце должно быть любое собственное значение. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Здесь одинаковые значения. Поэтому плюс. Исправляем. Ну и сейчас вроде должно быть все в порядке. То есть здесь у меня автоматически получается. Тут исправляем на плюс, а других исправлений нет. Что происходит? При k равном нулю у нас будет двое. Ну да. Ну да. Не то же самое. Здесь короче будет плюс, а не минус. Так. Больше мнений не будет. Больше мнений не будет. Поэтому здесь будет минус. Ага. Там почему минус. А. Понял. Потому что есть свободный член. Так. Снова я гляну сюда. При k равном нулю. Вон свободный член там исчезает. Там исчезает. Как раз не может стоять. Что? Не знает, да? Да. К равном нулю. Значит 2 плюс 24. Хорошо, хорошо, хорошо. Он уговорит. Так. Ну что? А ну да, исчезает. Ну получается. Если я умею в квадрат, буду их совать. У меня будет одна вот такая фигня, другая вот такая. Ну когда корень квадрат не извлеку, здесь получится линейная зависимость от ткан. А у меня квадрат такая штуковина. Но не для этого я его сноса брал. А для чего? Так. Рассматриваю. k равном нулю. И у меня получается два собственных вектора. Один соответствует большому амега. и другой соответствует маленький. То есть при k равном нулю. Собственное значение две штуки. Омега квадрат 1 будет равна нулю. Омега квадрат 2 равна. Так. Тут нужно взять другой знак, да? Это будет все равно нолик, да? Это будет нолик, поэтому нужно не знак минус, а знак будет. Все равно будет просто вот такая штука. 2f dx на m плюс dx на m. И все. Так? В общем, все равно все равно. Зачем ее растет? Не знаю. Вот этот вот u. Вот этот вот u. У нас это собственный вектор. Да все вспомнил. Значит. d на 1 равен 1 квадрат 2. Подставляем. Что получается? Прикараблю. 2f на m. Так. Здесь будет. Здесь будет. С плюсом. Да, с плюсом. Здесь будет. 2f на поле квадратный. М. М. Верно. Здесь будет. Прикараблю то же самое. 3, 2f на m. Верно. А вверх. Заводите. Верно утром. Омега квадратного. Так ведь. Побочный двигатель, знаешь, что было? Угу. Угу. Понимаешь? Да. Угу. 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 Ну, короче, я не знаю, вам видно, что система линейно-зависимая? Угу, линейно-зависимая или нет? Не видно? Нет. Я просто заградил. Угу. 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 Так, когда сократится, ой, сократится, да, сократится. Останется 2F на корень M на U2 равна Ой. Два F еще везде. Э. 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 Добавляемся на N курс с антиксницией Всё Опа, почему так? Кто это играет? Ну всё Так, U от единицы делить на U от двойки равно Ну посмотри, второе уравнение, наверное, такое же будет Так, U от единицы делить на U от двойки Это будет корень квадратный из M на M Тогда это минус У от единицы делить на U Да А X Снова можно Сами смещения У это уже смещение Это не настоящее смещение Это смещение, чтобы у нас уравнение было хорошее И X это реальное смещение Их все градусы подчиняются Этого зависимости То есть, если мы сейчас Этому поделим на X от единицы делить на X от двойки Это очень просто Это будет Корень квадратный из M на M О от единицы на О от двойки Верно? Я это Поделил на это Да Ну и, собственно говоря, это будет Минус M на M Вот А там у нас получалось Минус единицы, да? Да Что? А там получалось Минус единицы Пожалуйста Какой Это еще не конец, но если мы хотим потом использовать квантование, то потенциальная энергия представляется в виде квадратичной формы, включающей переменные какие? Покажу, какие там возникают коэффициенты, но вот эта вот штука, штуковина, и следствие вот это делает. Это как раз и приводит к тому, что поляризации продольные оптические, но здесь никаких квадратичных нет, потому что там стоит х в единице минус х в двойке. Ну и эта штука. А при акустическом они взаимо уничтожаются. Потому что если мы сейчас рассмотрим омега в нулевое, вот в этом случае мы получим, что иксы будут одинаковые. Да, ну конечно, иксы должны идти нахуй. Ладно, сейчас я устал, заблудился, маме я не доволю. Саня тоже хороший. Опа, наговорили. Спасибо за субтитры.